Уже больше года у вас не было срывов, динамика просто замечательная. Ой! Помогите, полиция! Убью! Твоими руками убью! Тварь! Поверьте, она не виновата. Она ни в чем не виновата. Да давай вместе вести это дело. Она же акула, кого хошь сожрет. Да ни акула она никакая. Понимаете, у меня память, она какими-то кусками. Вы все вспомните. Ну, то есть она может кого-то убить и просто забыть об этом? Кто там еще был? Кто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 В нашем иске было указано, что договор подлежит расторжению в связи с изменениями некоторых обстоятельств. И если будут приняты во внимание положения, допускающие возможность расторжения... Слушай, можно как-то покороче? Что в итоге там? В итоге мы выиграем это дело. Кстати, как и предыдущее. Хорошо. Вчера подписала бумаги на твоё увольнение. А почему? Ну как же, у нас трудности. Сокращение штата. Ерунда. Совсем неинтересно. Просто хотел уточнить, мы почему разводимся? Я что-то не то сказал, сделал, не услышал. Почему ты ушла? Ну а то, что я нашла в нашей кровати другую женщину? Достаточно оснований? Сто первый раз. Это моя двоюродная сестра. Она приехала на сутки, ей уступил нашу кровать, а сам лёг на раскладушке. Она это подтвердила. Войдусь без подтверждений, мы же не в суде. Утёг какой-то. Это безумие какое-то. Это уже Галка. Вспомни её. Ты её видел у отца на день рождения. Вспомни, пожалуйста, голову включи. Ну нельзя вот так просто взять и всё порвать. Это неправильно, Оксана. У тебя любовник появился? Я его знаю. Спасит. Вышел отсюда. Больше ни слова мне не надо говорить. Подожди. Подожди. Ты квартиру можешь себе оставить. Я уже переехала. Я понял. Ты уволен. Это точка. Пожалуйста. Ради Бога. Работу найду другую. Женщину тоже. Удачи. Спасибо. Запишись к психотерапевту. Может поможет. Удачи. Оксаночка, к вам Вера Морозова, психолог. Я никого сегодня больше не принимаю. Ну вот видите. Простите, я не могу вам ничем помочь. Но я должна с ней поговорить. Это очень важно. Я не уйду. Она просто не сможет меня не выслушать. Вы знаете, вы подождите её на парковке, она выйдет. Ну не могу я вас пустить. Оксаночка сегодня не в настроении. И если я вас пущу, она скажет, что я виновата. Будьте добры. Хорошо. Спасибо. О, Игорь, я как раз тебя искал. Мне некогда. Да послушай, я на секунду, ты не знаешь, что там с Плановым решили? Понятия не имею. Как ты что? Там же место начальника освободилось. На прошлой неделе Максим уволился. Ты знаешь, мне, если честно, наплевать. А, ну тебе-то, конечно, наплевать. А вот я беспокоюсь. Слушай, поговори с Оксаной, а? Ну мне в прошлом году обещали повышение. Не поговорю. Почему? Меня уволили. Когда? Я здесь больше не работаю. Все, не работаю. Говори с ней сам, если сможешь. Малинина, тебе удачи. И мне здесь ловить больше нечего. Оксана Николаевна, мне нужно с вами поговорить. Мне некогда. Ну это очень важно, Оксана Николаевна. Я по поводу планового. Там же место освободилось. Какое? Начальника. Вы мне в прошлом году обещали повышение. Я столько ждал. Может, обещала, теперь передумала. Вы и не тянете на начальника. Ну почему же не тяну? Я справлюсь. Да я из кожи вон выпрыгнул. Из кожи не надо. Вы хотите по-честному? Да. Я вас еле-еле терплю. И то только благодаря вашему умению не попадаться мне на глаза. Это единственное, что вам удается по-настоящему. Вы почаще прибегаете к этой своей способности. Очень советую. Спасибо. Простите, вы Оксана Николаевна? Да. Я Вера Морозова, психолог. Я помогаю детям и родителям в приемных семьях. Помогаю им адаптироваться после усыновления. Я по поводу интерната на Обнинской. Ваша компания выиграла тендер на строительство детского центра на его месте. Интернат сносит. Да, я знаю. Это ветхое здание. Оно технически не соответствует стандартам. Его придется снести. Да, но сейчас неважно. Поймите, вопрос в том, что детей распределили по семьям в большой спешке. Я не успела проверить несколько семей. Я-то чем вам могу помочь? Мне нужно время. Хотя бы неделя. Понимаете, очень опасно давать детей в незнакомые руки. Вы можете отложить снос интерната? Пусть дети пока поживут на Обнинской, а я за это время удостоверюсь, что все в порядке. Хорошо, я попробую. Я вам сейчас ничего не обещаю. Я попробую. Спасибо вам большое. Я обязательно позвоню. До свидания. До свидания. Я очень рада с вами познакомиться. До свидания. Спасибо вам большое. Правда. Извините, пожалуйста, а вы можете меня до остановки подкинуть? Здесь совсем недалеко. Извините. Спасибо. А можно прямо сейчас поехать? Пожалуйста. Да что же это такое? Вы можете сами разобраться с этими поставщиками или нет? Я от вас слышу это постоянно. Одно и то же. Каждый день. Вера, послушайте. Причина, вы в своем умелом? Простите, пожалуйста. Пару минут всего. Я вам уже сто раз объясняла. Я ничего не могу для вас сделать. Прошу вас, помогите. Я уже все перепробовал. У меня ни черта не получается. Егоров, дорогой, вы мой. Я понимаю, что вам тяжело. Но я просто психолог. Я не знаю, где ваши дети. Адрес. Просто скажите мне их адрес. Я ни кому не скажу, что вы мне его сказали. Я не знаю их адрес. Ну прекратите вы меня в конце концов преследовать. Все, все. Оба вы метаетесь из моей машины. Извините. Давайте на улице. Простите, пожалуйста. Простите, ради бога. Девушка, вы живы? Девушка. Девушка. Вера. Она сама под колеса. Отойдите от нее, пожалуйста. Не знаю. Может быть, скорую отвезти самому? Не надо никому ничего отвозить. Не трогайте ее. Что же случилось? Она под колеса сама выскочила, понимаете? Я даже не ожидал, ей-богу. Честное слово, я ее не видел. Как? Я не знаю. Алло, скорая? Она под колеса сама кинулась. Береговая 24 человека сбили. Я даже ей-богу не видел. Честное слово, понимаете? Пульс есть. Да. Может, ее в скорости. Водитель на месте. Нет, никто ее не перемещает. Пожалуйста, может, вы отойдете и отдайте воздуху человеку. Как она? Даже не ожидала. Позвоните скорую. У меня отсыл телефон. Я ее не видел. Что? 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 Сама под колеса кинулась. Я не видел ее. Хорошо. Спасибо. Чего вы тут сидите? Ночь уже. Поезжайте домой, а завтра приедете. Поезжайте. Поезжайте. Идите, чтоIVE mau, надо смотрим. Д tourism. Чего вам повезете? ださい? Можно Lead canal. Иди podem встретить нее. Д 부�ма людей, а теплоскат. Они любят занятия, зл. Сейчасывают одну меня. Победу и вот эти розыри. Оксана Николаевна? Да, да, это я. Операция прошла успешно, но прогноз сделать рано. Но вы молодец, что не дали передвигать ее до приезда скорой. Облегчили мне работу. Ну, надо еще немножко помочь. Забрать ее дочку. Вот, адрес. Говорит, оставилась с соседкой. Переживает. Одинокая она. Кроме дочери, родственников нет. Хорошо, я заберу. А когда можно будет Веру навестить? Пока не знаю. Вы, извините, некогда. А можно это как-то узнать? Можно я позвоню? Конечно, звоните. Ну, что там? Операция прошла нормально. Сейчас пока ничего не понятно. Сейчас пойду ее дочку заберу. Как? Когда ее можно увидеть? Вам никогда. И даже не подходите к ней. Вы что, не понимаете, что это все из-за вас? Если бы вы не лезли с этими своими проблемами, ничего бы такого не случилось. Знаете что, ничего бы не случилось, если бы вы нас не вытолкнули из машины. Чего? Да вы ее преследовали, я же слышала. Кто преследовал? Я просто хотел поговорить, а вы как с цепи сорвались. Отойдите от машины, мне нужно... Мне она очень нужна, понимаете? Господи, какой же эгоист. Я эгоист? Да вы истеричка, не могли потерпеть немного, пока люди переговорят. Знаете что, я сейчас просто вызову полицию и вас арестуют. За что меня арестуют? За преследование. За какое преследование? Так, все, я серьезно набираю. Все, до свидания. Оксан, ты? Привет. Привет. Не спишь? Нет. Я не сплю. Слушай, а куда отправляют детей, оставшихся без родителей? В смысле? Ну, если родители в больнице, куда детей отправляют? Ну, к родственникам. А если родственников нет? Ну, не знаю. Тогда пока. Подожди, какие дети? Так. Там. Как. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Тебе что сказано? Что я тебе сказал? Чего ты смотришь на меня? Оглохло сразу? Издеваешься надо мной! Вот ремень на тебя возьму! Вы к кому? К Вере. Я за ее ребенком приехала. А вы кто? Подруга. В смысле, я ее родственница. Сестра. А вы соседка? Это она вас попросила с ребенком остаться? Да, попросила. Пропала куда-то. С ней что-то случилось? Нет, ничего не случилось. Все хорошо. Можете домой идти. Где она? Да вон комната. Воспитывать детей надо. А то потом вырастает чертишь тут. Здравствуй. Вы кто? Меня зовут Оксана. Я подруга твоей мамы. Тебя как зовут? Дуся. Что с ней? Твоя мама попала в больницу из-за аварии. Но ничего страшного. Если бы ничего страшного, она бы позвонила. Так что вы врете, я вижу. Слушай, мне тебя нужно забрать. Куда? Сейчас решим. Пошли. Не пойду. Я тут буду. Ты же не можешь остаться одна. Я не одна. Тетя Рита вот здесь. О, ну уж нет. Вставай. Пошли. Не пойду. У меня ноги не рабочие. Понятно? Так что до свидания. Знаешь, это тоже не проблема. Я тебя могу отвезти. Твоя мама волнуется. И мне совесть не позволит тебя здесь бросить. А что, если у меня болезнь какая-нибудь заразная? Может, я умру скоро? Может быть. Но только не здесь. Прошу. А, спасибо, девушка. Да, я вас поняла. Если хотите знать, вы не имеете права выдергивать меня из дома. Подождите секундочку. Сейчас позже все обсудим. А можно еще раз адрес? Никто не может вот так ни с того ни с сего забирать человека. У меня были планы. Ага, Верховского 7. Да, записала. А второй адрес? Я знаю свои права. К тому же я живу в свободной стране. О, как тебе повезло. Помолчи. Вы второй адрес говорили. Если я хочу говорить, то и буду. Только чуть позже. Обнинская. А, я там все знаю. Да, спасибо. Разберусь. Хорошо. До свидания. Пока Вера в больнице, поживешь в санатории? На Обнинской? Угу. Думаете, если у меня с ногами проблемы, так и башка не варят? Хотите меня в интернат спихнуть, чтоб совесть не мучила? Так и говорите, не надо врать. Не буду больше с вами разговаривать. Никогда. Вы мне вообще не нравитесь. Знаешь, я от тебя тоже не в восторге. Мама, Вера умрет? Нет. Зачем она меня только забрала? Глупо было к ней привыкать. Только дураки привыкают. Да вы не парьтесь, мне нормально в интернате. Я там привыкла. Всю жизнь там. Пока мама Вера не появилась. Поехали. Игорь, Игорь, я не понимаю, как это могло все произойти? У меня в голове не укладывается. Понимаете, когда Оксаночка пришла к нам после института на работу, это был такой светлый, такой добрый, отзывчивый человечек. А когда вы поженились, все было так хорошо, и вы даже помните, шутили, что я буду крестной матерью у вашего первенца. Игорь. Что? Ну это как-то надо исправить. Нет, я не собираюсь ничего исправлять, пусть делает все, что хочет, мне наплевать. Я не понимаю, в чем я виноват. Я не знаю, что делать. Я ничего не понимаю. Что здесь делает чертова Поднебесье? Благодарю вас. Всем удачи. Алло. Людмила Ивановна, а что у нас происходит со стройкой на Обнинской? Людмила Ивановна, я никаких распоряжений на этот счет не давала. Да я прямо тут стою и все вижу, вы мне рассказываете. Кто это решил? Малинин распорядился. Я вас поняла. Да. Так это ты тут все переломала? В том-то и дело, что не я. Должна была я. Ты ради прибыли даже дом чужой разрушишь, да? А он ведь чей-то, там ведь люди. Они, может, любят друг друга, а тебе все равно. Всем на всех все равно. Слушай, ты интернетом поменьше пользуйся, время. Поехали тогда на Верховского. Я там тоже была, так даже лучше. Оксана баба неплохая, хватка есть. Нам это лучше. Пока они там копаются, ковыряются там это раз, и заводик вместо интерната забацали. Поменимое слово. Сейчас владельцам вдоль войдем. Главное, все в рамках закона, а? Да, да, слава богу, не нарушаем. Но когда Оксана узнает, что я через ее голову вам подряд устроил... Не бойся, не бойся. Что она тебе сделает? Да она как с цепи сорвалась. Кидается. Ну и покусает же. Кстати, по поводу закона. Ты уверен, что с этим интернатом все утряслось? Вроде все уладилось. Я никогда с такой деликатной проблемой раньше не сталкивался. Ничего в детях не понимаю. У меня есть, конечно, парочка. Ну так, элементами отделываюсь. А здесь целые выводы пристроить. Так что ты, ей-богу, герой, если взялся за это дело. Знаешь, что я собираюсь сделать? Вот. Что? Сделать тебя своим замом. Только ты подумай хорошенько. Если со всем этим есть какие-то трудности, ты мне лучше сразу об этом здесь и скажи. А если возникнут какие-то проблемы... Извините. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте. Звук круче. И вот что я тебе скажу. Ты жалкая, жадная, серая крыса. Уволен. Это, папа, огонь. Не бойся, Малинин, я тебя подберу. Спасибо. Только у меня ведь не будет с этим никаких хлопот, верно? Нет, нет. Никаких хлопот. Что вы, не волнуйтесь. Нет. Ну, ладно. Не волнуйтесь. Мы, конечно же, и устроим, я Дусю, как облупленную, знаю, шести лет. Да, не повезло. Ну, милая, конечно, девчушка, хотя с характером. Да, Верочка ее сразу заприметила, и вот видите как. Надо же. Я хочу увидеть ее комнату. Что, простите? Хочу посмотреть, где она будет спать сегодня ночью. А, это совершенно невозможно, извините. Почему? У вас карантин. Кишечная палочка. Никого не пускаем. Вы вообще в своем уме? У вас карантин, вы ребенка забираете? Колясо остановите, пожалуйста. Дусь, мы уезжаем. Карантин у них. Совсем уже обнаглели. Я вас по судам затаскаю. Не, ну, ребенка-то… Если ты сейчас что-нибудь скажешь, я не знаю, что с тобой сделаю. Вот просто молчи. Эдмила Ивановна, мне нужна сиделка. Все в порядке? Да нормально я себя чувствую. Не на работу. Зачем она мне на работе? Домой отправьте. Да, хорошо. А на работе буду позже. Или завтра. Ага. Так. Опачки. Надо занавески повесить. Ладно, проезжай, располагайся, чувствуй себя как дома. Дом у тебя так себе, если честно. Живешь на чемоданах. Я только переехала. С мужем развожусь. Понятно. Не удивительно, что разводишься с таким-то характером. Зато ты у нас ангел. А муж нормальный? Или так себе? Он тебя бросил? Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Вы очень вовремя. Готовить умеете? Это Дуся, ваша подопечная. Меня зовут Оксана. Очень приятно. Я Инга Альбертовна. Готовить умею. Вот, пожалуйста, мои рекомендации. Оплата у меня почасовая. Там все написано. Поэтому, если можно, деньги вперед. А, конечно, конечно. Еду закажете вот по этому телефону. Я не доверяю фастфуду. Ну, хорошо. Вы можете готовить сами. Они и продукты тоже привозят. Без проблем. Только это дороже. На сколько? Там все написано. Простите, пожалуйста, мне просто некогда. Ну, я уверена, что вы без меня тут разберетесь, подружитесь. А мне пора на работу. Вот так, дружочек. Да. М-да. М-да. Привет. Ты где? Я сейчас приеду. Идиотский вопрос. Разумеется, правда. Мне нужно поговорить с тобой. По работе. Ой, привет. Привет. Не ожидал. Прости, что значит не ожидал? Тебе только что звонил. А, да. Это я забыл просто. Да. Забыл. Ой, слушай. Совсем забыл тебя познакомить. Это моя невеста. Катя. Маша. Не важно. Ты мне вот что объясни. Как так вышло, что головной офис проводил все документы по строительству на Обнинской в обход юроотдела? Я не знаю. Это Малинин вел. Я Малинина уже уволила. Меня бесит, что строительство перепоручили под небесью. А там сплошные жулики. А это детское учреждение. Там вообще денег немного. Украсть нечего. Так это хорошо. Что хорошо? Зачем им это нужно? Столько усилий. Они Малинина подкупили. Они по срокам все рекорды бьют. Через день после подписания этого договора у них уже там все заборчиком огорожено. И техника стоит. Но я сама это видела. Узнай, зачем им это нужно. Я? Да. Нет. Я, нет. Ты меня уволила. И плюс... Анастасия обидится, если я сейчас раз, то уйду. Анастасия переживет. А если у нас свадьба? Вот мы с тобой сейчас разводимся и у нас свадьба сразу. А ты женишься чуть позже. Посмотри, это очень интересно. Ну ты... Дорогой, ты скоро? Я не скоро. Ну все, я, пожалуй, пойду. Ну подожди. Найдешь что-нибудь интересное, звони. Ну как? Нормально? Да, отлично. Умница, то что нужно. Спасибо, дорогой. Угу. До новых встреч. Да. Это вряд ли. Угу. Здравствуйте. Делаем все возможное. А может что-то нужное? Лекарства? Нет. Ее страховку вчера соседка привезла. Угу. И еще. С девочкой тоже не все благополучно. Я сам делал последнюю операцию. Перед этим они ездили за границу. Прогноз отличный. Но нужно приложить усилия. Вот ее карта. Рекомендую разминать ноги на велотренажере. Я вас поняла. Спасибо. А когда можно будет с Дусей приехать? Завтра у Веры снимем искусственное дыхание. Тогда и поговорим. До свидания. До свидания. Людмила Ивановна, а оформите мне две карты в фитнес-клуб? У меня высшее образование, у меня диплом. Да я сегодня же уволюсь. Это ж надо же, боже мой. Я не умею готовить. Нет, вы слышали? Я не умею готовить. Пожалуйста, не нужно кричать. Вот вам за весь день вы можете быть свободны. Знаете что? Семейка. Я работала очень, очень состоятельных людей. Они не могли себе такого позволить, отношения. Пожалуйста, уходите, нам некогда. Да идите вы все. Какая же ты все-таки негодяйка. Правда? А ты сама это попробуй. Это есть невозможно. И я таскаю тебя в этом чертовом кресле. Я себе все руки стерла, а ты ходить не можешь, да? Ну-ка вставай немедленно. Врач сказал, нужно ходить. Я такая бедная, такая больная. Все вокруг должны прыгать. Как тебе не стыдно вообще, бессовестная? Мама Вера последние вещи продала, чтобы тебя на ноги поставить, а ты лежишь. Знаешь что? Мне все равно на эту вашу хваленную психологию. Ты думаешь, я к тебе подход искать стану? Не стану. Поднимайся. Вставай. Вообще ремень куплю. Мне чихать на твою хрупкую душевную организацию. Пошли. Куда? Фитнес-клуб. Я две карты купила. Пожалуйста, умойся. Сними, если с этому мазню смотреть невозможно. Написано заниматься каждый день. Вчера ты вообще ничего не делала. Так, значит, мы еще шесть минут крутим, потом будем тянуть носок. Дуси, мы крутим, крутим. Про диету ты мне вообще ничего не говорила. Ну, как так можно? Привет. Худеть опять решила? Нет. Она меня решила до ручки привезти. Здрасьте. А вы… Это Дуси моя… Что-то типа щеночка. Она меня взяла на воспитание. Помучает, потом выкинет. Давай не разговаривай, а работай. Пойдем, отойдем поговорим. Пойдем. Ты меня как нашел? Людмила Ивановна сказала, что ты будешь здесь с четырех до пол шестого. Выложила, значит. Я ей припомню. Эй, ты только про меня ничего не говори, ладно? Да, насчет Подневесия. Они никакой детский центр строить не собираются. Будет у них там заводик. Вот. А господин Гнатьев, владелец Подневесия, получит долю за свои хлопоты. Ну, я так и знала. А мы их прижмем. Ай, боюсь, не прижмем. Дело в том, что они умудрились вписаться в закон. Нарушений вообще нет. Дусь. Ну, дура. У тебя совесть вообще есть? Дусь, ну крути, пожалуйста. Это мне, что ли, надо? То есть, я что-то не очень понимаю. А как так? Нет нарушений? А вот так. Если воспитанники есть в приюте, по закону его сносить нельзя. Нужна замена. Для этого их временно выселяют и строят именно детский центр. И уже площадь отдают государству под целевое использование. Но они же там строят завод. А потому что воспитанников нет. Их распределили по семьям. Понимаешь? Они выпали из системы. Места больше не нужны. Странно, что их так быстро всех разобрали. Да. Мне тоже так показалось. И, кстати, здесь есть к чему прицепиться. Дело в том, что они сначала составили акт о расформировании приюта. А потом уже некоторых воспитанников распределили по семьям. А это нарушение. Так нельзя. Сначала акт. А потом распределять. А если мы докажем, что были нарушения, что с ними люди? Ну, тут смотря сколько детей. Если много, просто запретят строить завод. Либо компания должна за свой счет предоставить другое место. Плюс сумма строительства. Нет, они обанкротятся. Нет, подожди, я не про компанию, я про детей. А, я не знаю. Заберут обратно, наверное. Ну, а детям-то лучше в семье. Нет, давай погоди, ничего не делай, должна подумать. Сколько времени сейчас? Шесть почти. Господи, Дуся, а нам же таблетки нужно пить. А мы еще не ели. Пошли домой быстрее, опоздаем. Подержи. Как поздно, подожди. Давай помогу. Давай. Нормально? Да. Хорошо. Знаешь, из Тепелова получилась прекрасная мать. Так это твой муж? Бабушка. Дура ты, что его теряешь. Не твое дело. Дусь, подожди в машине. Вы меня как нашли? А, хотя нет, не отвечайте, дайте угадаю. Вы следили, да? Да. Что вам нужно? У меня к вам будет просьба. Ну, съездите, пожалуйста, на улицу Парковой, дом 16, квартира 23 и поговорите с Аллой. Я вас очень прошу. С какой еще Аллой? Аллой – это моя жена. Поговорите, пускай она узнает что-то о детях. Ей скажут, она мать, а мне… Нет, потому что я уже там все пороги оббил. Вы не можете сами там съездить? Нет, она там живет с мужиком каким-то. Они сказали, что если еще раз сунусь, они вызовут полицию. А мне нельзя, я только вышел. Если меня загребут, то это будет вообще конец. Подождите, то есть вы просите меня, совершенно чужого, незнакомого вам человека, у которого, кстати, куча своих проблем, ехать к вашей жене разговаривать про ваших детей, которых она сдала в детский дом, пока вы были в тюрьме, правильно? Да, точно, да. Идите вы к черту. Вы бездушная черт, твоя стерва. Возможно, просто оставьте меня в покое. Да, черт с вами, справлюсь без вас. А что, если не справитесь? Если не справлюсь, не верну опеку. Ну, и не увижу больше своих детей. Ни Мира, ни Димки. Нормально все. Извините. Хорошо. Завтра в двенадцать офис. Что? Вы меня прекрасно слышали. Приезжайте завтра в двенадцать часов к офису. Спасибо. Я все слышала. Ты ему поможешь? Подслушивать нехорошо. Да. Нормально доехали. Что с нами могло случиться? А это кто? Игорь, небобытная Варвара. Я здесь, да, я слушаю. Поднебесье меня больше не интересует. Тем более судьба Малинина. Все, забудь, тема закрыта. Да пусть они строят, что хотят, где угодно, в любое время. Игорь, я не могу сейчас разговаривать. Так что такое Поднебесье? Шайка мошенников. И чего они хотят? Кого-нибудь облапошить. А тебе все равно? Нет. Просто из двух зол выбираю меньше. Как же удачно вышло, что мы с вами встретились. Вы исключительный человек. Спасибо. Да что вы. Сам рос один, все по казенным домам. Знаю, как это. Собаке то, свой угол нужен. Но с человечком, большим и маленьким. Вот именно. Вот именно. Жаль, только не все это понимают. Так и норовят распихать малышей по бетонным клеткам. Кругом сплошь бездушные бюрократы. Ну, это их выбор, их ответственность. Мы от этого всего теперь далеко. Золотые слова благородного человека. Ну, слава Богу, у нас с вами все трудности позади. За что я вам безумно благодарен. Да вы что это? Вы что ж думаете, я из-за денег что ли? Ну, не обижайтесь, не обижайтесь. Возьмите. Одежду купить. Вдруг кровать малышам пригодится. Знаете, и мне спокойней. Хоть какая-то благодарность лично от меня. Да, новая кровать, правда, очень ему пригодилась. Спасибо. Ну, вы звоните, если что, в любое время. Помогу. Что ж, пора прощаться. Счастье всей вашей большой дружной семье. А вот это передайте детям. Спасибо. Ух. Ух. С'клышь. Ух. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно войти? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты один, что ли? Разве? А, да, один, оказывается. Ты же не предупредил, что приедешь. Хочешь поскандалить, надо предупреждать. Вот позвонил бы, сказала, я бы обязательно кого-нибудь нашел. Угу. Хорошо, я учту. Да, пожалуйста. Мне помощь твоя нужна? Да? Какая? У меня правда нужна твоя помощь. Это запросы и отказы. Нужно найти детей Егорова Виктора Ивановича и помочь ему установить опеку над детьми Егоровой Миррой и Димой. И есть еще один ребенок, я не знаю ни имени, ни фамилии, или неизвестный ребенок. Ты ничего, сейчас не говори, просто возьми и найди. Понятно. Просто найти. Это же так просто. Егоров, значит, да, освободился недавно. Что ж, получается, сидел? Да, сидел. Иначе они его без адвоката обошлись. Логично, да. А его супруга, Егора Валтимуровна, подписала согласие на усыновление третьими лицами, да? Да, подписала. Ты мне поможешь или нет? А что ты подрядилась? Ну, ты же посоветовала мне обратиться к психотерапевту. Ага. Ну, вот мой психотерапевт сказал, что мне нужно повышать самооценку. Я ее так повышаю. Помогаю бывшим зэкам и их детям. Я так и подумал. Слушай, ну, это почти нереально. Это очень трудно выиграть. Трудно, да? Угу, понятно. Так, все, отдавайте эти документы. Я обращусь к нормальному адвокату, у которого есть опыт в таких делах. Документы дай. Дай документы. Решил вот меня такое дело скрыть, да? Спасибо. Я вот его возьму и выиграю. Не веришь? Возьму и выиграю. Поняла? Что стоим? Показывай, где твой Егоров. Да, скажи ему, чтобы он подал еще одну заявку, получит отказ, тогда я вмешаюсь. Хорошо? Егоров, я договорилась с адвокатом. Да, он вам в ближайшее время наберет. Угу. Конечно, я все отчеты просмотрел. Все прекрасно. Игнатьев, Игнатьев подписал. Отправили. Не за что. Вам спасибо. Посмотрю, посмотрю. До свидания. Алло. Ксения. Не беспокойтесь. Нет, нет, нет. Я сам распечатываю, да. А если нужно сдавать документы, так и поезжайте. Да, не торопитесь, не торопитесь. Буду скучать. До свидания. Здравствуйте. Что-то случилось? Ничего не случилось. Пришел поздороваться с моим новым замом. Посмотреть, как ты тут обустроился. Замечательно. Замечательно обустроился. Отличная атмосфера в коллективе. Все условия для работы. Ну и хорошо. Тогда не было тебе мешать. Да. Оксана мне звонила. Интересовалась нашей благотворительной деятельностью. Но я ей сказал, что дети для нас это святое. Что мы уж постарались. И что все вышло у нас очень хорошо. У нас ведь хорошо все вышло. Верно? Конечно. Конечно. Лучше некуда. Ну и отлично. Работай. Нашел Егоровых, забивай адрес в навигаторе. Хотя подожди, дай я сам. Тихо, садись за руль. Ладно. С Егоровым старышем все написали. Отказ получен. Будем опротестовывать. А где он сам? Я его не стал брать. Выкинет еще что-нибудь. Отлично выглядишь, Судовь. Спасибо. Ты зачем ее взяла? В загород едем замучиться. Не замучаюсь. А взяла, потому что боится с тобой наедине остаться. А, уважительная причина. Понятно. Короче, Егоровых усыновила некая гражданка Лихмина. Вот к ней и направляемся. Подожди, а с третьим ребенком что? А вот его не нашел. Никаких документов. Даже записи нет. Бардак. Даже имени не было. Ничего не смог сделать. Это же неправильно. Ну и что, что нет имени? Получается, ты Егоровых будешь искать, а не Егоровых? Ну, плевать и забыть, да? А может, не надо так нервничать? Хорошо? Хорошо. Будем искать только Егоровых, но и не Егоровых. Сейчас поедем и найдем. Хорошо? Да? Отлично. Это ноября. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Граждан Клихмина в этом доме не проживает? Да и вообще никто не проживает. Все. Дальше опрашивать население будешь ты. Остановись здесь. Вот она точно что-то может знать. Я пойду спрошу. Давай. Здравствуйте. Слушайте, а вы не подскажете, как нам найти Ольгу Федоровну Лихмену? Ты ведь знаешь, что с ним происходит? Я знаю. Ты не скажешь, верно? У-у-у. Тогда посоветуй что-нибудь. Что мне делать? Я не знаю. Я думала и не знаю. Спасибо. Ну, попробуй найти не Егоровых. Вдруг поможет. Думаешь? Угу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну? Лихмина умерла три года назад. Бабушка может показать место на кромбище. И что делать? Полицию надо ехать. Ерунда какая-то. Забыла совсем. У нее в Лихоборах брат есть. Живой. А проехать как? А, ну вот километра два там примерно. Потом мосточек через речку. И вот перед ним как раз вот направо. Спасибо. Ну, в общем, найдете. Спасибо огромное. До свидания. Ага. Да, если ты охраняешь машину, мы пойдем посмотрим, что там. Я не хочу. Придется. Если машину угонят, что будем делать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хозяева! Чего тут ищете? Здравствуйте. Здрасте. Хозяина ищу. Я хозяин. А вы один живете? А вам какое дело? Что без спроса вы нюхиваете? Кто вы такие? Меня зовут Игорь. Я адвокат. А это моя... Я его секретарша. Мы работаем вместе. Занимаемся недвижимостью. Ничего не продам. Убирайте. Нет, мы не собираемся ничего покупать. Скажите, а Лихмина Ольга Федоровна, это ваша сестра? Вы Лихмин, правильно? Ну, Лихмин. А зачем вам моя сестра? Ну, хотели бы увидеться. Ну, я так понимаю, что это невозможно уже. Правильно? А мы можем войти в дом? Есть о чем поговорить. Заходите. Спасибо. Край у меня, понимаете? Да какой там городские сидите с бумажками? Куда вам понять человека? Да нет, что вы. Мы поймем. Вы, главное, не волнуйтесь. И расскажите нам, что случилось. Парили мне ферму. Кредиты давали. Ну, давали-то под урожай. А чертова земля оказалась болотом. Мрет на ней все. Отец ушел. Потом сестра померла. Так работал. А весной есть нечего. А я вспомнил, что забыл смерть сестры зарегистрировать. Документы остались. Паспорт, страховка, доверенность на пенсию. В последнее время она у меня не ходила. Стал получать ее деньги. Так и понеслось. Да что говорить. Пошли, сдаваться буду. Нет, нет, что бы. Мы не собираемся на вас заявлять. Это вообще не наше дело. Да, правда. Нас не интересует, на что вы живете. Дело в другом. Дело в том, что на документы вашей сестры оформили... Кредит, господи. Так я и знал. Сволочь, какая-то паспорт стащила. Это что ж теперь будет? В петлю меня загоняют. Теперь банк дома отнимать примется. Да нет, дело вообще не в кредите. На фамилию вашей сестры оформили детей. Что? Не понял. Детей. Мальчика и девочку. И еще одного. Да каких детей? Зачем? Не было у нее никаких детей. Ну да. Мы так и поняли. В общем, вы нас извините, что мы в вашу жизнь внесли такую сумятицу. Мы, пожалуй, пойдем. Да. До свидания и удачи вам. Удачи. А где паспорт у вас украли? Не помните? На станции. Я ездил пенсию получать. Ну и... Забежал в магазин. Тут я привык один. Машины не закрыл. Ну, возвращаюсь пустой. Печально. Да. Так кто же попадал? Бывало. Пойдем. Спасибо вам, что уделили время. А там у вас что? Чужая территория. Соседская вообще. А, понял. Хорошо. Вы нас уж извините, что мы такие подозрительные. До свидания. До свидания. Видела? Угу. Вот, спасибо. Ну, ничего, ничего. Будем искать. Правильно? Правильно. Поехали. Значит, это вот здесь. Ага. Это я распечатала. За четвертый квартал. За четвертый год. Папку сделала. Замечательно. Спасибо. Стараюсь. Алло. Это вы? А нельзя позже? Послушайте, я не могу заниматься вами с утра до вечера. Я на работе. На работе! Я занят. Что? Да вот то. Ищут их. Делать что-то надо. Вы говорили, что никому не нужны. Когда приедете, решите вопрос. Да. Буду ждать с нетерпением. Что-то случилось? Принесите чаю. Ну что, подумалась? Или опять кусаться будешь? Нет, больше не буду. Честно, больше не буду. Выпусти, мы больше не убежим. Что-то не верится. Я есть хочу. И пить. И он тоже. Выпусти. Нет. Посидите еще. Подумайте. Выпустите баран. Выпустите баран. Он папа вернет. Он конец тебе уйдет. Выпусти. Выпусти. У Лихминой участок покупал. Малинин. Это точно. Вот договор. Коттеджи, рассчитанные по две семьи. Евгений Александрович, добрый день. Как ваши дела? Очень рада, что хорошо. Вы знаете, у нас тут вопросы возникли по поводу вашей благотворительной деятельности. Оксаночка, любовь моя. Ну ты же знаешь, я ничего в детях не понимаю. Мне сотрудник принес отчет. Я его посмотрел. Там же все прекрасно. Я так понимаю, детьми занимался Малинин? Он. И подписи на бумагах исключительно его. Кстати, так себе сотрудник. Может, уволить его. А, я тоже так считаю. Где он? Еду в опеку, позвони этому. Егорову. Пусть присоединяется. Здравствуйте. Можно войти? Уже виделись. Вы занимаете мое время. Войти нельзя. Ага, понял. Где Егорова еще один ребенок? Послушайте, какое вам дело? Мне никакого. Вот моему клиенту интересно. Я его адвокат. Дело у меня сложное. Но я наслышал, какие неравнодушные люди у вас здесь работают. Так что, надеюсь, поможете. Хорошо, хорошо. Мы действительно, действительно иногда идем на компромисс. Ради детей, ради неблагополучия. Стоп, стоп, давайте знаете как? Давайте пройдем в кабинет и вы все объясните. Так, давайте в спокойной дружеской обстановке поймем, как именно вы нарушили закон. От этого многое и зависит. Мы должны это как-то закончить. Согласен. Присоединяйся. Бери стаканчик. Я вот что решил. Я дам вам денег на билет в другой город. Не годится. Тут моя родина. Не поеду. Да вы дослушайте. Вы уедете в другой город и оставите их на вокзале. Их же на вокзале нашли, верно? Но я помню, я дело читал. Бегунки вполне подходят. Оставите их, а потом сами вернетесь. Нет. Не понимаешь. Они же говорить умеют. Девчонка взрослая. Да и парень не промах. Расскажут. Если бы их не искали, тогда можно. Чтобы они не болтали, не поверили бы. А я тебе говорю, ищут их. Сюда приезжали. Ну, так ведь, если их тут не будет, их не найдут. Ну, дурак ты неумелый. Я взрослым солгал. Вот так же, как ты, они стояли, а я им врал. Так. И что? Это что, слово детей против моего, если? То мое перевесит. А тут еще они. Я мужик с бабой. Понял? И что делать? Идем-ка. Алло. Алла. Алла, успокойся, пожалуйста. Я тебя очень прошу, успокойся. Скажи мне, где ты? Ага. Ага. Понял. Мужик этот собака выгнал ее, представляешь? Вот так живем. Она уходит, я влипаю в разные ситуации, бешусь. Потом детей наших забирают. Потом она возвращается, дети возвращаются к нам. Не скучно живете. Да, высокие отношения. Ты сам говоришь, они бегунки. Да. А это дело такое, опасное. Мало ли что может случиться. Что случится? Что угодно. Напряги мозги, все что угодно. И под поезда, бывает, попадают. И в речках тонут. Сечешь? Подождите, вы что? Нет, нет, я поеду. Мозгами-то пораскинь. Попали мы с тобой в одну яму. Семья у тебя есть. Жена, дети. Мама. Вот ты о ней и подумай. А вообще, иди ты. Иди, сдавайся. Ведь виноват-то ты, а не я. А я инвалид, поддался. А может, самому тебя сдать, а? Может, мне медальку дадут за голову похитителя. Да прекратите. Хорош. Хорошо. Хорошо, вы знаете, что делать. Я вам верю. У меня просто нет другого выхода. И я верю. Делайте, как надо. Только я пойду. Не на работу, опаздываю. Я пойду. На работу, конечно. На работу нужно. И опаздывать нехорошо. Поэтому тебе лучше поторопиться, чтобы не опоздать. Ну, значит, договорились? Все правильно. Договорились. Я пойду, да? Пойдешь, конечно. Потом. Утоп. Нет. Господи, спаси. Нет. Нет. А ты что думал? Ты бы рассказывал. У нас тут болото. Затягивает. Шаг сделал. Потом второй. А потом уже, глядишь, и утоп. Кто там? Пойду посмотрю. Спрячься. Вы на прете. Это чахный дом. Спустя. Ей дворит. Отпусти. Идите. Молодец. Привет. А ты какими-то судьбами-то тут? Не подходи. Все равно я теперь убью. Полин, хорошо. Мы же не заряжены, наверное. Друзья. Мама! 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 Димка! Мама! 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 Погоди! Все как зовут? Мама! Не знаешь? На Ваньку похож. Пойдешь? Пойдем. Привет. Пойдём? Пойдём. Ну что, поехали домой? Пойдёмте. Пойдёмте. Поехали. Поехали. Здесь ещё козы и курики. Да. Да. Это общительный какой-то. И тяжёлый. Я уже, честно, устала ходить. Уже не могу больше. Надо отдыхать. А надо. Врач сказал ногу разрабатывать. Всё равно, надо посидеть где-то. Давай вот туда, на лавочку присядем. Немножечко передохнём. А кто это не спит, а? Кто это не спит? Извините, пожалуйста, можно мы присядем? Да, конечно. Ой. Только 15 секунд. У меня день рождения сегодня. Я могу хотя бы в день рождения делать то, что мне хочется? Ничего не знаю. Сказано было каждый день. У меня изверг. Поздравляем! 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 Ч metallica Поздравляем! Поздравляем. Поздравляем! Всё начинается с запрещенной музыки. Сборище, вечеринки, наркотики. И раскления малолетних. Подсудимое обвинение вам понятно? Обвинение мне понятно, гражданин судья Но я не виновен Нужно будет все аккуратненько сделать Соблюсти все формальности Главное, чтобы никакого шанса на апелляцию В этом ты у меня мастер Если мы ошибемся, то маньяк будет на свободе А можем расстрелять невиновного Вот ты выбирай Принимайте решение Я на вас не давлю Свою точку зрения я не навязываю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok